В лагере «Достык» сегодня спасатели-кинологи вместе со своими четвероногими сослуживцами проходят испытания. Из восьми регионов страны здесь собрались 32 специалиста и столько же служебных собак. Предстоит им несколько этапов – поиск людей в горной и лесной местностях, прохождение полосы препятствий, где кинолог и его хвостатый напарник должны показать слаженную командную работу. Есть определенные нормативы и правила, согласно которым все три этапа по минимальным показателям собаки должны выдержать и пройти. Если они к этим показателям будут не готовы, соответственно, они не будут сертифицированы и не допущены к поисково-спасательным работам. Галина и ее четвероногая напарница с необычным прозвищем «Камильфо-декор Саша» приехали из Павлодара. Они всегда вместе. На службу Сашу взяли щенком. Сейчас ей 6 лет. Собака веселая, подвижная, бандитка, как шутит сама хозяйка. Однако в трудную минуту никогда не подводит. Поступил сигнал, что пропал мальчик, подросток. То есть он с группой подростков ушли, они в горы гулять. И подростки вернулись, а мальчик не пришел. Мама начала беспокоиться, естественно, обратилась в полицию. И полиция уже сообщила нам. Саша нас вывела. У нас собаки работают методом прочесывания. То есть она свободно двигалась, забрала запах и показала то место. Во время службы происходит всякое, поэтому собака должна быть готова ко всему. «Пойдем, спуск с вертолетов, переправу делаем в горах. Тоже собой же спускаем собаку, поднимаем. На лодке с нами ездит, катается, может перепрыгнуть, на другой остров переплыть и там же поиск совершить пострадавшего». Всего по стране в департаментах по чрезвычайным ситуациям насчитывается 70 служебных собак. Из них 56 успешно прошли экзамен по сдаче нормативов. То есть аттестованные четвероногие спасатели полностью готовы выполнять свои обязанности в любой чрезвычайной ситуации. Диана Салихова, Азамат Бэмукан, МТРК. Субтитры создавал DimaTorzok